людей вроде не очень много музыка какая интересная ну ладно пойдемте в обратную сторону вот покровка это 113 засыпал футбол в 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 Сделался, да? Продолжение следует... 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 дорог лет 200 назад 150 даже были троллейбусы трамваи на достоевский когда приезжал на моросей кто-то был район такой гелерой смотри это фильм они там под землю и лазили да 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 вот это солянка чертовы пулишки он когда приезжал в начале моросейки останавливал извозчика и шел пешком ну как по традиции перед церковью человек должен задумываться за тем зачем приходит к всевышнему шел и молча отпускал значит извозчика и шел и молча думал на грядущую я понял план спасибо вам большую прям не ну да конечно были тут нет но такая же история не музей не буду а ну князей я между про музей а у вас какие-то акции там что то есть но в вашем заведении бокал вина в подарок на день рождения включим ирину аллегрову рождение всем заведением будем ладоши поздравлять встретим как родных как говорится но я понял ладно спасибо вам большое зайдем да как у него да да думаю обратно все спасибо большое и вам спасибо да нет вы интересно рассказали много всего интересного это почему у нас рекламное агентство а вот спрашивают как заведение называет запирали кафе запирали кафе запирали кафе тут много интересных мест на самом деле и у нас у нас рекламное агентство у нас много объект японская но я люблю работать именно здесь старой массе потому что тут начинала что россия конце концов вот как вот этот церковь понравилась наполеона вот точно так же усадьбе князей долгорукий ему понравилась усадьба там был штаб французской полиции и вот этот дух по сей день ходит легенда что можно прикоснуться и загадать желание вот я всем про это рассказывал сам желание за год а где дуб туда в усадьбу надо ехать или куда если хотите могу показать далеко идти да да нет народ идем дуб смотреть с нам человеку а вы тоже чайок там свой да все там никак без этого кстати чай сам заваривают покупай крупный листовой в пакетике пасу и надеюсь нас не заметят не но вы уже на 200 человек там рассказали по свое заведение я работаю очень активно немножко наружки так вы будете тогда выставлять руку а я за вами такой хоп-хоп это пальто черный а вот этот дом ну проходим коми как по-русски неномости рассказать да что то у нас еще один такой дом есть он на хитровке есть как раз где на хитровке или на хитровке кстати она кажется закрытой это просто чтобы деморализованный элемент общества не заходили сюда я понял якобы замок вот получается таких несколько домов в одессе в соединенных штатах конечно же и на хитровке или на хитровке я знаю как правильно сказать смысл в том что вот эти все лестницы они снаружи они внутри то есть они зимой по ним тоже так поднимаются а это тоже к вам как-то относится лишь люблю этот район как сказал владимир владимирович народ который не знает свою историю они имеют будущее лично и то что вот прям до даты надо знать но хотя бы какие-то вот ключевые моменты а вы чем занимаетесь прямыми фирмами улока я тоже спрашиваю где рабочие города у кремля анки а чё делаешь игру ворота открываю машинам анки а как нормально платили верно вы знаете пока не платили но бьют но значит скоро будут платить шутка такая кстати католическую церковь видели не не они французы когда сюда прибыли они прям думали все тут основаться будут на мясницкой католический храм французская церковь французская школа и вот сейчас вот католическая тоже церковь только это не при них еще построили там же усадьбы мазеппы это был друг петра первого хотел пошутить про наличие буквы за и е фамилии и что люди у которых есть такая фамилия имеют склонность придавать свой народ в одной стране происходит смысл-то в чем детман мазеппы когда он думал что польша будет выигрывать на сторону поляков а когда понял что польша проигрывает он на сторону россии переметнулся когда петру петру первому доносили на него он в это не верю в общем смертной казино так и избежал сбежал в польшу ну там же он и почил собственно вот вот это вот усадьба князей долгоруких долгоруковые даже правильный и причем что самое кощунство ну я читаю когда построили советское дом время это дом просто вот так вот взяли и отрезали часть народного достояния а вот это вот были конюшни здесь был штаб французской полиции а тут были конюшни кстати пишут что вы прям хорошо рассказывать прям как профессиональный гид кстати вот этот дуб повторюсь даже несмотря он если бы не соврать входит фонд наследия юнецко и сколько ему лет это его хранит он был еще до наполеона большой когда наполеон сюда приехал он уже он уже был огромный наполеон настолько вот удивился ним что даже там что-то него подрезали облагораживали но вы сами не за к ну не загадывали дожила не прикасая не загадывая на новый год не загадываю у желание есть одно такое свойство не сбываются но смысл в том что всегда приходится чем-то платить но вот я заметил кстати пара парадоксально вещь приходится отдавать то что дороже замена поэтому ну знаете я я понял что это решение слабых проще вообще не загадывать их это будет как будет да большой дуб тут на днем как-то прийти посмотреть можно зайти со стороны а вы тут где-то сами и живете да тут ну почти далеко на самом деле у меня в локации в этот место как дом распознается даже потому что я тут я без выходных работ люблю в общем свою работу вы хороший там на хорошем счету да ну все этом это заведение организация дело в том что заведение это как сказать одно из нас около 50 человек штат и на нем работы их обучаю на каждого объекты то есть к вам может даже на работу можно устроиться людям может видел на арбате стоят зовут там леди джентльмена заходите к нам не не видел а куда обращаться то есть если человек заход ну захотят там поработать куда-то в антим промо групп ну это муж телефон какой-то есть а я понял да да вот они лифты эти вынесены но это раньше такие старые бы но сначала дом то наверно без лифтов был да мне кажется и сразу с лифта или стариться раньше тут были коммунальные квартиры кстати палатами 17 века середина 18 дом долгорубка обоих красивые сейчас плохо отображается наверное лепнина вот это взяли очень ну во дворах так тихо не так как там на улице а я поэтому это место для себя и открыл потому что я очень много отдаю энергии мне нужно ее восстанавливать каждый день я если в месяц два-три выходных беру то я восемь с лишним лет не был в отпуске не могу от работы оторваться так вот там получается главный какой-то там это как-то хитрый улыбает палат мазепы видели не ладно пойдемте покажу и мне домой на я понял жать вы главна с отсюда вы видите все фото дни заблудили сам два шлагбаума два входа во двор получается с той стороны можно будет зайти ориентир белорусская хата там будет т-образный перекресток спускаемся вниз и смотрим на правую сторону при этом того шлагбаум под который нас забежать и вот вот этот вот собственно дом виды красиво открываются ну вот прям видно на котельнической высотка в общем вы рекомендуете вот эти да вот хинкали да то есть делается не в хинкали в историческом месте хинкали конечно рекомендую то что я каждый день ему и они мне не додоели вот единственный момент что я сейчас на диете сел но я перед соревнованиями сбрасываю вес а у скейте вы участвуете каких соревнований будь билдингом и пауэрлифтингом чуть сейчас мне порядка 20 килограмм на сбросить здесь я уже сбросил вот надо еще 10 потушиться вот причем я это за полтора два месяца делаю а там он спрашивает вам невесты нужны но у нас много это под девушек подписчиков куда писать или они нужны скажем так всему свое время это как и с желаниями почему люди частности я не загадывают желание у меня четкая дедукция во первых я знаю что всему свое время во вторых у меня есть по паритету цели живем двигаемся матери квартиру купил дом купил себе дом купил деду машины купил сейчас надо в москве квартиру ипотеку до осталось чуть-чуть добить то есть ну за восемь лет я считаю хороший прогресс такой ну вы значит мы пропустили сам вид или не надо человек на котельнической тоже ну давайте посмотрим где вид работаем не щадя живота своего а вот понял а это сбить и шапку начальству начальство но они подумали что это экскурсии проехали мимо тут много очень органы политики вот эти ли они не отделаны и это достаточно эпатажно смотрится отделка современная она все портит и знаете вот как вот вот дом и на нем пластиковые окна это качество а ну да такой прям контраст недавно узнал что ладно не буду переключаться эту тему закончим тут часто кстати играет органная музыка и она крестик наши надпись такая руси святая храни веру православную но иногда я то есть я очень твердо так стою на позиции православия иногда тут мимо покажу играет органная музыка очень красиво как правило они кстати об этом оповещают ну действительно необычно ну да красиво единственный момент что я к этому скептически отношусь понятно что они хотели навязать нам свою веру петра первого они на католичество отбивали и грозного даже умудрялись и долгорукого даже чтобы католичество приняли но мы стояли на своем православии усадьба мазепа только с другого ракурса без отделки даже кирпич он по своей ну не конъюнтуре а по составу старинным да а есть какие-то клеммы там с другой стороны будут тут просто как сказать андеграунд тут та сторона на которую мало кто смотрит и тут поэтому никаких надписей нету тут история зарождалась блин вот дальше бы пройти там женский монастырь будет там будет башня вдруг подстроили в честь рождения ивана грозного и что самое интересное в этой же башне держали душегубец салтычиху который спустя 10 лет заточили на же и родить там умудрилась да вот мы сегодня это встретили классного человека эскурсовод пишет что у вас хорошо получается на самом деле подняться бы в ту церковь ну почему церковь там монастырь а вторая церкви на холме стоит я вот иногда туда пробираюсь тоже но не место сила место где можно от городской суеты вот просто отдохнуть морально я же все таки очень много энергии людям отдаю в работе и там хорошо вот свою вот эту энергоресурсность восстанавливать спрошу то как вас зовут антон так что кому интересно приходите вот хинкали и заодно пообщаетесь с антону на церковь она сейчас закрыта она где-то 8 закрывается но там просто невероятный вид на эту башню да там идешь так по улице и как бы это ну это такие знаете пасхалки и сразу ты не поймешь да 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 тут везде такие истории экспортный центр то же самое половину здания отрезали там сейчас церковь еще рядом как уловский переулок в ше вообще молчу вот кстати кто был на мясницкой улице там высшая школа экономики там очень такая тяжелая вот энергетика прям вот что-то не хочется смеяться я задавался вопрос естественно почему-то потом начал углубляться в истории оказывается там был погост прям кладбище и вот именно на здании где новое выше стоит нигде вот усадьба ну пусть будет усадьба табличку забыли заснять давайте там было церковь церковь и кладбище соответствует церковь там очень интересная история в этой церкви там был священник старенький старец который проводил там службы всегда наполеон проникся уважением к этому старцу и разрешил проводить службу но в присутствии его охраны и он молил Всевышнего в эту церковь чтобы он избавил Россию от французов проклятых французы переглядывались улыбались но молчали а это дело что он так и служил там собственно и сама табличка ну тут уже загрунтовали все скоро зашпаклю уже не такой вид будет уже лучше бы краснокаменная была что ли ну здесь да может лагать тут как бы это может даже глушилки где-то есть смысл в том что тут церковь на мясницкой тоже разрушили еще и кладбище разрушив построили там здание петельные и дальние заведения практически на костях вот такие вот дела народ и у кого лагает вы потом на яндекс дзене можно идти посмотреть backup то есть без лагов там у нас тут русский народ он всегда был не обделен чувством юмора вот к примеру товарищ ленин обещал землю крестьянам но им не дал ее но крестьяне они тоже оказались с чувством юмора они тоже ему не дали землю немного с кощунством но вот штука такая были на котловском мне не нужно у меня уже рабочий день закончился будет бежать домой причем что интересно это локация не только с виду закрыты на самом деле где-нибудь на забор как можно зайти туда вот еще одну усадьбу строится это восстанавливать или она их сложно восстанавливать народ пишет а у вас конец соцсети есть там если что написать там но по хинкали там еще чуть-чуть на самом деле я же не не ради этого просто показать вам людям как говорится кроме то что в родину кабинет не делать но не кривом едины просто эти здания их проблема не только финансовой составляющей восстановить но и левой но и в архитектурной то есть массовые станции массу одобрения повторюсь это не только я но и архитектурные всякие идеалы считают кощунством на такие здания исторической ценности устанавливать пластиковые окна и соответственно они где-то должны найти чертежи там деревянные рамы ну то есть что все было как было сейчас секундочку алёй я еще хожу тут а все 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 понял давай пока о какая красота понял все пока вот какая красота рядом с патронскими воротами там самый маленький дом в москве видите всего один метр в ширину такой дом да получается об а как же там в нем живут и так сейчас там и живут я как-то получилось туда протестация нет вам реально кто-то живет что лишь не везде вот есть жилых дома но как мы под органы под правительство отдана я смотрю до интернет полагает вот это прям просто везде можно рассказывать об этом троицы в хохловке но что-то основное там что чем интересное 96 год построить а есть ну что-то интересного какой-то момент а ну что-то там знавал я что-то да уже забыл а за в день сколько информации что все в голове перемешивать я очень много читаю пишу что вы это молодец очень мало художественной литературы в основном по бизнес по работе по операционке по деньгам все это же сами сами мы этот бизнес по американским книжкам создали может а вот эти финка лишь что или сети а а то есть у вас просто рекламное агентство и рекламируют всякие заведения и капо дайкапи харадс самый дорогие самые многочисленные сети они с нами работают хотя у нас казалось бы андеграунд у нас просто промоутер мы раздаем листовки но при этом мы сами у нас свои дизайнеры сами печатаем типографию причем у меня 3000 тираж стоит как у любой другой типографии тысячу то есть можно к вам это типа что-то прорекламировали он треугольничком так идет я вижу не но пошире здесь только метра там-то пошире вы углом какими покровские ворота там ворот проходили ну как ворота стена потом сначала один ход сделали потом второй ход сделали а потом и вовсе убрали проблема как и с этими усадьбами которые мы ранее видели проблему восстановление поддержание порядка и содержание вообще в целом я видел последний снимки этой стены на ней растут деревья соответственно войны и революции не до этого а вы не пробовали сами там ну стримить там не кажется у вас бы очень хорошо получилось иногда делают в курсе и бесплатно гостям но я повторюсь я на это не зарабатываю просто ради интереса причем здесь все разрушилось осталось от этого здания только одна болта стена потом фрагмент стены а получается здесь был уже не помню есть и живая канцелярия в основе палаты 17 века 18 веков архитектор тюрин тысяча 846 год тут опять черной машины большие дядьки в костюмах ходят днем экспортный центр ребята занимаются импортом и экспортом вот сделали бы они освещение вот встречу сергея савянина скажу его обязательно а это ж дубля вроде получается причем там видно вот внутри кирпичики вот эти как сложены интересно не как у нас один к одному прям собирали то есть они специально стену за вот эту оставили фрагмент пропускной пункт внутри там редко пропускают туда может быть по каком-то согласовании афона на группу так куда дальше идем там есть несколько интересных мест но сейчас они все на замке я вчера вот буквально кстати хотел там посидеть в тишине как бэтмен над готэмом по-другому я назвать не могу ты сидишь на холме внизу тебя прям вся москва и ты в тишине и фактически в безлюдном месте центре большого количества людей спрашивают это где это место но вашему хохловский до переулок да вот это место до хохловский переулок 14 ориентир либо экспортный центр а то про которое я рассказываю забыл улицу там женский монастырь там улица солянка так называемые вот если слышали выражение чертовы кулич кулишки там тоже еще на час рассказ истории почему так названо почему церковь там у китай города вот так покосилась а почему кстати ну если коротко что без колокольни почему чертовы кулишки там был храм это на солянке в свое время криминальный и бедный район в москве был хитровка там были первые крестьяне бандиты в этот район даже полиция не въезжала настолько он был опасным в свое время этого времена станиславского агиле розского спуститься бы туда по-хорошему вниз как раз к этой церкви но не успеваем да и закрыт там уже сейчас проиграем все доната народ от самолета на кубу музыкальный трек и от африканского меломана вот это и на ну как бы еще вагон музыку проиграем но как бы интересно поэтому слушай у вас там дом находится с самыми длинными в россии туннелем то есть мы вот шли вот католической церкви потом это где на солянке тоже и там снимался фильм брат 2 в том доме просто ворота отгибаешь и проходишь так вот почему чертовы кулишки там была церковь и однажды поле николай второй то ли какой-то священник смутно помню повторюсь информация все время поступает и вытесняет другую и получилось так что там то ли полтергейст вы какое-то явление то ли наврал кто это городская легенда тарелки начали летать пришел святой отец прочитал молитву но это все продолжилось даже спустя 5 раз в они в общем убрали там церковь а место начали называть чертовы кулишки ну что в какую сторону да куда вы туда и мы пойдем потому что выйду двориком к белорусской хате на она новым и давайте выйдем то с вами там это получается где мы и были до туда выйдем почти красиво я пока надо как фильм но они спрашивают какая то есть у вас соцсеть муж кого-то вопросы там возникнута покажите там есть ну там инста и там telegram я наверное один из немногих людей у которых нет ни твиттера не инстаграма но столько вот в работе все что у меня даже не было времени создать там аккаунт да и не то чтобы у меня такой как сказать интерес что только то что приносит прибыль а ну я всегда всю свою энергию направил либо в спорт либо в работу ну вам надо был хотя бы на ю тубе какой-то канал там завести даже на самом деле нет времени заниматься ну спортом уже вы занимаетесь там вот и загружать туда как бы вот видеоролики то кстати до постоянно спортзале кто-то спрашивает там а как то делать и как это делать и сбрасывать веса как набирать вот вы как раз вы могли бы это все вы это там то тоже такие дома вот интересные маршруты так как я все время на людях иногда вот я не иногда постоянно хожу по таким вот скрытым локациям чтобы переключиться чуть-чуть что тишина есть возможность как-то набраться энергии подумать о следующих объектах как правило я беру объект там 7 утра и до 12 ночи то есть для меня такой удобный режим кофейня потом ресторан а вот вопрос интересность спроси у антона есть ли у него грузинские корни очень похож на свана а сван это кто такой я так полагаю конфессии либо национальность смысл в том что я больше норман мой отец норвежец его отец норвежец его отец тоже норвежец я видела старое фото прапрадеда получается там такой прям у него борода в косичку на голове татуировки топор в руке там на ладье там такой прямо отморозок а мать русская спрашивают вы актер он похож на какого-то актера на актера пишет вы похожи на какого-то мурманской области я чисто русский нет говорят на актера похоже какого-то знаменитого ну лагает здесь на вот это видно это какие-то глушилки стоят более того я как-то раз открывал навигацию почему я на своей машине не езжу мешком и либо на метро либо на такси открывай навигацию мне пишут что я в мадриде я кроме норвегии гереть не видел вовсе вот мы получается вот таким закоулком сейчас вышли вот опять тот дом где стоит стояла церковь а это у нас получается колпасе ну а это городская усадьба ланучина веретинова 1730 год подстройки хранять государство любители всемирного потопа версии да что типа всех все дома в россии затопило до второго этажа поэтому откапывать здание откапываю первый второй этаж еще два этажа да да кстати а почему так правда в глубине так сделано где-то подвальное помещение делалось специально для вентиляции но где-то действительно уровень здания либо здание ушло на счет лагает жесть может туда коим пойдем на уже в стороны как церковь на китай-городе тоже вот там уходит колокольный народ если что можно сейчас это перезапустить будет стрим то но может сейчас тут лучше будет здесь интернет а эти же мы на ту же самую улицу да вы что пущу лица покровка внизу моросейка справа басманный будет если совсем прям прямо идти можно ну туда же чистые пруды до в ту сторону да прямо будут рельсы когда рельсы найдете налево и будут налево будут чистые пруды направо уже через репу перейдете будет пятницкая третийковская тоже очень исторический центр москвы у меня есть фотографии где на третийковской плавали на лодках на третийковской на пятницком шоссе получается то есть когда москварька вышла из русла москварька топил все плавали на лодках ну спасибо вам большое что вы могу дать вот 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 контакт а ну всем вам telegram ватсап или она в telegram покажите этот там qr-код есть у вас в telegram заходите я пока вот народ вот вы к кому интересно как его сейчас я выйду я сижу на странице где у меня 0 друзей 0 подписчиков там просто морально отдыхают потому что на основной там десять тысяч что ли я не знаю откуда не взялись вот эта фотография сделал в англии когда был в 1920 году я как этот демон бессмертный вот я там нет qr-коду так и вот как и вот так поделиться профилем она да да вот на него нажмите все вот лох не вижу вот народ кому интересно пишите там друзья добавляйте стану конечно если мучу по работе надо 20 так да в телеграме проще тоже qr-код показать в телеграме заходите вот проще будет мне кажется так как тут вот народ телеграм все спасибо вам и вам спасибо он пообщаться показать и рассказать приходите встретим как родного родных доброго вечера спасибо вам больше так народ что перезагружаем стрим да я так понял народ давайте тогда перезагружу стрим не знаю общем что тут происходит попробуем